500 тонн международных посылок застряли в середине апреля на московской таможне. Весенние скидки в интернет-магазинах в разы увеличили количество международных покупок в нашей стране. Теперь последствия приходится разгребать таможенникам и Почте России. Как обстоят дела в Чуварском филиале Почты России, смотрите в следующем репортаже. Интернет-покупками занимаюсь больше года точно. Раньше посылки приходили максимум месяц. Месяц и неделя. Сейчас вот ребенку сделала заказ, курточку на весну, в феврале в начале, сейчас уже апрель в середине и ничего нет. Даже если вот посмотреть на Почте России, по трекинг-номеру определить, где находится посылка, написано, что только в Китае отгрузка произошла. Где она потерялась по дороге из Китая в Россию, неизвестно. Сейчас я уже жду около двух месяцев. У меня подругу тоже заказала. Сейчас произошли какие-то реформы на Почте России. И посылка дошла до таможни России из Китая. Ее вернули обратно. Когда теперь получим эту посылку, мы не знаем. Может, через полгода. Мы даже не удивимся, если будет так. Так хотелось бы, чтобы все-таки время сократилось. Про Катю и Тоню можно сказать постоянные покупатели зарубежных интернет-магазинов. Покупка одежды, техники и других товаров в сети стала для девушек делом привычным. Все бы хорошо, и цены приемлемые, и качество устраивает, но огорчают сроки доставки. Если раньше можно было получить посылку за три недели, то сейчас желанный заказ не приходит и через два месяца. В середине апреля в московских таможенных пунктах аэропорта скопилось более 500 тонн международных почтовых отправлений. На сегодняшний день там остается порядка 150 тонн необработанной международной почты. Хотелось бы особо отметить, что для того, чтобы разгрузить сейчас таможенные пункты в аэропорту Шереметьево, Почта России вывозила посылки для таможенного досмотра в другие города, места международного почтового обмена, за свой счет. Соответственно, там в таможенных пунктах они досматривались, и для дальнейшей обработки Почта России опять доставляла их в Москву тоже за свой счет. Объем почтовых отправлений, входящих в Россию, увеличивается с каждым годом. Люди все больше живут в интернете и покупки делают там же. Чуваша не стала исключением. Заказывают товары разные, от очков до автомобильных шин. Поэтому увеличилось очень. В два раза увеличилось. Если в прошлом году за полгода поступило 40 тысяч отправлений, то уже за три месяца этого года поступило также 40 тысяч отправлений. Кстати, в два раза увеличилась почта. Но наш филиал справляется с таким объемом. Вся почта обрабатывается в участках сортировки своевременно. В Москве таможенники не успевают досматривать такие почтовые отправления. И из-за этого в филиале почты нашей республики увеличилось количество жалоб от клиентов на задержку международных посылок, говорит Татьяна Антонова. Раньше получатели тоже обращались за розыском международной почты. Но на сегодня жалоб стало в 3-4 раза больше. Также специалисты почтовой службы предупреждают своих клиентов. Чтобы посылка в кратчайшие сроки дошла до получателя, на ней должны быть указаны все данные адресата. Фамилия, имя, отчество и адрес. Иначе долгожданный товар отправится в обратный путь. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.